Всем привет, друзья! Сегодняшний гайд у нас будет посвящен Хускару. Сегодня я вам расскажу, почему Хускар действительно живучий персонаж и, соответственно, расскажу про его способности и его микрофишечки, и что ему, соответственно, собирать. Интересно? Тогда подписывайся на канал и будь в теме со мной, ребят, с Азиосом. В общем, всем приятного просмотра и давайте посмотрим, какие же у него мощные способности. Первый спелл нашего персонажа это хил, который мы можем накидывать на союзников и на себя также, соответственно. В общем, в чем особенности этой хилочки? Эта хилка необычная, она хилит в зависимости от нашего основного атрибута и, соответственно, процентовочка также разная в зависимости от уровня прокачки. Давайте немного разберемся. Смотрите, на первом левеле 20% от мейн атрибута, на втором 40%, на третьем 60%, на четвертом 80% от мейн атрибута и фиксировано на всех левелах 10 хиперегена. Это очень прикольная тема, потому что, смотрите, если у нас, допустим, 100 силы, а у нас сила в приоритете, мейн атрибут, то, соответственно, 80% от наших 100 сил будет у нас хил, то есть 80 хиперегена и 10 фиксированных. Вот такая тема. Смотрите, если, допустим, это будет ЦМК, это будет интеллект. Соответственно, от ее интеллекта будет вешаться вот этот хил с какой-то определенной процентовкой. Если это будет ловкость, то, соответственно, от ловкости. Мейн атрибут, все, наверное, знаете, да, я опять-таки рассказал, что такое мейн атрибут. Вот. Касаемо калдаунов, смотрите, тоже разная тема. На первом левеле 22 секунды кд, на втором 18, на третьем 14 и на четвертом 10 секунд калдауна. А длительность 16. Неплохо, да? Монокос 170 всегда. Вот такой вот спелл. Плюс есть еще одна особенность. Почему Хускар настолько живучий? Смотрите, когда Хускар накидывает хилку, допустим, смотрите, это наш союзник. Если наши хитпоинты составляют меньше 40%, то хилка хилит в два раза сильнее. Смотрите, хилка идет сейчас по-обычному, но если, 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 так, мы хил докачали, но если наши хитпоинты меньше 40%, опять-таки нас хилить будет быстрее. Я сейчас вам это примерно покажу. Смотрите, сейчас продамажим Хуском. Накидываем хил, смотрите, как сейчас хилит быстро. Раз, 40%. И пошло помедленнее. Медленнее уже хилит. Вот такая вот особенность вот этого хила, так сказать, ребят. Думаю, в принципе, вам тут все понятно будет. Хил очень мощная тема. Позволяет нам просто не дохнуть. Можно также вешать на союзников. Все, погнали ко второму спеллу. Второй спелл на Хускаре это стрелы, которые можно накидывать. Вот почему все не любят Хускара, когда вы с него стоите. Потому что он может, игнорируя крипов, закидывать вот так вот постоянно стрелы. Что будет у нас делаться, когда вот эта стрела огненная будет накидываться на энермии? Во-первых, эти стрелы стакаются. То есть, смотрите, на первом левеле 5 демэдж пер секунд будет. На втором 10, на третьем 15, на четвертом 20. Калдаун 0. Но написано Hell Cost. Что это значит? Это значит, что с закидыванием одной стрелы мы будем получать по себе 15 демэджа от этой же стрелы. То есть, соответственно, Hell Cost, типа, ну сколько требуется ХП, чтобы закастовать, так сказать, вот эту стрелу. Смотрите на наши хитпоинты. Раз, ХП уменьшились. Раз, ХП уменьшились. Раз, еще уменьшились. И, соответственно, смотрите. Много демэджа наносится по ЦМке. Прикольный спелл, потому что висит он 8 секунд. Одна стрела висит 8 секунд. И она, соответственно, стакается. Допустим, смотрите. Сколько мы нанесем демэджа с 4 стрел? 4 стрелы. Смотрите, как ее запиливает. Это демэдж магический. И, соответственно, худы, пайпы, все это могут... Смотрите, сколько демэджа нанес. Это 4 стрелы. 4 стрелы. 600 хитпоинтов улетели просто так. Такой вот спелл, ребят. Очень нужная тема. На Хускаре, потому что реально жестко помогает убивать. В принципе, тут никаких особенностей нет. И я вам все рассказал. И все, поехали на 3 стрел. 3 стрел не менее интересен. 3 стрел нашего персонажа, ребят. Это то, из-за чего Хускар, в принципе, очень сильно живучий. Но хилка также, не стоит забывать, что она очень сильно помогает нам не умирать. Хил плюс 3 стрел. Что у нас делает 3 стрел? 3 стрел дает Хускару магическое сопротивление. В зависимости от потерянных наших хитпоинтов. Смотрите. За 7% хитпоинтов у нас будет вешаться один стак, который будет давать 3% Magic Resistance на первом, на втором 4, на третьем 5 и на четвертом 6% Magic Resistance. Также атак спид. 14, 16, 18 и 20. Мы начинаем, во-первых, больше сопротивляться магии и быстрее бить. Давайте примерно покажу. Смотрите. Мы прокачиваем наш третий спелл. Докачали. Цемка нажимает ультимативно. И смотрите, как нам будет наноситься дэмэдж. Видите, дэмэдж все равно проходит, но уже меньше, меньше. И мы начинаем под конец его почти не чувствовать. Не успела написать речь, чтобы засейвить нашего Хускара, но ничего страшного. Мы начинаем чувствовать дэмэджа магического меньше. Соответственно, это позволяет нашему Хускару сопротивляться магии более жестко. И в драках, в драках быть намного серьезнее, чем он сейчас является в данный момент. Плюс это под хилочкой все. Смотрите. Очень много держит дэмэджа. Уже не так заметно. Не так заметно с армлетом. А вот под хилочкой вообще почти не дамажит. Почти, почти. Вот прям вот, 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 вот. Как это работает? Чем меньше у нас хитпоинтов, тем, соответственно, больше у нас сопротивления. За 7% потерянных хитпоинтов мы получаем на ласт левеле 6% магического резиста. Все довольно-таки просто в этом спеле. Ну и, соответственно, атак спид у нас также будет расти. Как видите, мы бьем намного быстрее. И еще, смотрите, если мы сейчас вот так вот сделаем, то бить будем еще быстрее. Смотрите. Чем меньше хитпоинтов становится, тем бьем мы еще быстрее. Вот такая вот фишка, в принципе, с третьим спеллом. Ну, никакая не фишка, а просто механика доты. Как Хускару прописано. Показывать его способности. Так он, в принципе, все и делает. Ребят, поехали посмотрим, что у нас сделает ультимейт. Ультимейт Хускара тоже классная тема, которая даже через БКБ работает. Но не будет наносить дэмэдж, но будет очень сильно замедлять. Смотрите. 35% хитпоинтов мы теряем в случае, если ультуем на персонажа и сами также дамажимся. Также 35% дэмэджа наносится и энеми. И вешается замедление. Замедление тоже работает по левелю. Смотрите. На первом левеле 40% на 4 секунды. На втором 50%. На третьем 60%. Соответственно, на третьем левеле 6 секунд замедления. И на втором левеле 5. Все довольно-таки просто. Calldown у нас 12 секунд. Улучшается аганимом. Про аганим я рассказывать вам не буду. Я оставлю ссылочку в описании. По аганимам смотрите, изучайте. И думайте, стоит ли собирать ему аганим или нет. Calldown у нас 12 секунд. Не знаю, говорил или нет, но повторяюсь. Очень мощный ультимейт, потому что позволяет игнорировать БКБ. Допустим, Найкс. Узать рейдж. Мы можем, в принципе, взять его вот так вот замедлить. И отбежать от Найкса. Успеть даже, допустим, если он не кинет на нас опенволд. И не попробует за рейдж нас убить. Ультимейт тут такой, в принципе, простенький. И есть еще такая тема. Этот ультимейт дебафит нас. Вот просто. Если на нас накидывают какие-то спалы. Допустим, это репел, омник накинет на нас. Или Bloodlast. То наш Хускар это снимает. Все вот это снимает. Вот эти все и позитивные, как так сказать. Репел это позитивный баф, но он почему-то снимается. Он должен снимать негативы. Вот такие вот диспеллы. Ну, тут, в принципе, так же это написано. Плюс, когда Хускар вот так вот бежит в этом набеге, он и имеет вот этот магический резист, который не позволяет, в принципе, на него что-то применить. Ну, вот такой вот спелл у нас, в принципе, по ультимейту. Я все рассказал вам. Прикольный ульт в комбинации со вторым, с третьим. То есть мы, соответственно, теряем хитпоинты, продамажив себя, разгоняемся, становимся немного сильнее к сопротивлениям магических атак. И все, и начинаем душить по-страшному. Вот такой вот у нас персонаж, ребят. Давайте же посмотрим, что у нас этот персонаж может сделать в игре. И как на нем правильно будет играть, и что ему, соответственно, собирать. Погнали. Итак, запускаются у нас каточки, ребят. Сейчас пойдем на мида, мида. На данном персонаже нужно идти, нужно идти только мид. Ну, можно еще в ровом уйти, если вы, конечно, умеете. Мид. На хускаридах в мид идем. Повышенные хускариды. Как вы знаете, хускар очень выживаемый против магического урона. Соответственно, это классная тема. Так, что по начальному затару? Сейчас посмотрим. Можно выходить в урну, стакать два горения. Это второй спелл, плюс урна. Это очень будет жестко. Можно, конечно, не делать этого. Потом вот так вот затаримся. Бичуганский. И нужно будет сделать сапог. Так, курьер 170. Не хватает курьера. Забыл себе ману. Взяли на будущее. Куру надо будет, куру надо будет. Она пишет, что не хватает. Забыл. Но тут вард поставил. Вард поставил. Запись идет, это хорошо. Так, ну без курьера буду, ребят. Без курьера буду. Лад 35. Че, побьем, Баратрума? Она тиро. Да. Постакаем немножко. Богорение. Промахну. Я не яйся, я не промахнусь. Просто отзоним. ускором с кором отзоним куру 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 это чё фигасе сарю резко хитпоинты слетели котл поливает мы если будем драться мы тут выиграем драку за рун котл сарите звонит эту руну братишка набрать руны слишком много демоджа сам кинг нужен чтобы станом разбавлять так но это походу фбшка хорошо а вот этого пацана вот этого можно 107 сейчас будет давай хорошо хорошо и сф еще бездна я тут умру скорейся да там еще есть чаш надо бегать бегать прижиматься к лесу хорошо просто экселент экселент от нейтралов еще даже попытался убить но импакт я внес импакт я внес вот из-за это я люблю хускар а то что эти ранние файты так вот так вот ранние файты это по кайфу ребят хускар боится демоджа очень сильно боится демоджа и любит он героев которые бьют его с руки потому что это его слабость хуска ребят но на самом деле стрелы первого левела будем честны они очень очень слабенькие соответственно не рекомендую до 3 левела в принципе прогонять героев иными с линии потому что промаха не было это смерть он ливнет сейчас просто сейчас ливнет просто сейчас ливнет парень на первом левеле стрелы очень вообще слабенький на втором левеле значительно сильнее и поэтому я рекомендую именно со второго левела стрелы начинать прогонять иными героев с линии я в 3 буду уходить тут первые то 8 левела я качать не буду мана про запас как говорится так идет у нас тут сэп сушите гоу линию запушим линию запушим и поехала что собирать данному персонажу спросите вы но сборки могут варьировать в зависимости от соответственно игры самой сложности игры или легкости игры если easy прям можно собрать аганим но аганим можно расценивать как серьезный артефакт потому что это серьезный артефакт погоним потому что позволяет нам жить быстрее перемещаться в драках больше наносить ультимативный серьезно это очень жестко иди иди или вам пахивает тут попахивает либо берем мы сразу пытаемся выходить в армалет ребят через армалет будем играть соответственно армалет армалета на хускаре не собрать пускар славится своими армалет играми когда ты просто как посмотрел думал раз захват рабочего стола стоит потому что обычно когда захват рабочего стола ставишь в обсе чтобы писать видосики то дергается картинка потом так вот насчет армалета да армалет важный артефакт потому что позволяет нам удержать хитпоинты в диапазоне 40 процентов это реально важно потому что все вы знаете как работает хилка в этом диапазоне на хуске она хилит два раза быстрее соответственно персонаж более более живучий что ли ну и соответственно хил работает на все сто процентов ребят вот смотрите я беру руну если я разульчусь на сэфа то к сожалению эту руну я себе собью сожалению оу-гоу-гоу так наглый ладно не гол все огор братишка спасибо не думал что на самом деле пойдем я не собирался честно найти там по tower хотя хилочку накинул да думал типа тэшку думал идти почти есть армлет с армлетом мы будем просто очень нагло играть топ нас поливают там просто баратрум чуть остается до покупки армлетом есть сейчас ночь мы можем принципе обойти а можем принципе уже не обходить всех атак заберем опасно сейчас я вот так вот умру паратрум побежит да я тут умер не добил но простоял бы дольше но тут видите не дошел до полоски товара соответственно платился плохо поэтому плохо вот ну качать хил хотя бы на не качать хил хотя бы на раз это реально серьезно тем так ну по выбежал выбежал на меня скорее всего под т2 от т2 больше шансов что я его заберу есть будет проблема а не идет на бортом так но надо тут собирать этих крипов брать армлет есть хорошо направляем куру сейчас вообще нам будет пофиг главное еще хилочку сейчас качать вообще хускар очень сильный персонаж когда хил есть удачи по кайфу все там скорее всего смерть он не сможет захилиться стрелы четвертого левла хилочку он не сможет все накинуть никак я не знаю что я минута думаю пойти на низ прогуляться есть хил у меня есть хил вар поставил буду знать вот где-то до сих пор так аппаратром куда на речку свернул скорее всего смерт можно будет даже по тавером заделать эти сидела пешку вообще вот так все отлично и пошел хил в дело сф просто фит машина просто фит машина пытается парень новая с хуско конечно сфом очень тяжело вначале если не разменяешься по хит-поинтам хоть как-либо вообще как бы не вариант но перекинули армлет мы немножко и далее пошли линию души до лесу ребят есть это комбо вомбо на данном персонаже боже что за овночь вся карта овночь просто 20 там один единственный рядар комбо вомбо есть что стрелы включенные стрелы работают с доминатором на 85 карты соответственно очень классная тема собирать домик на хуске мало того что мы становимся жирными вдвойне благодаря того что дается больше армора так еще и от хил с включенными стрелами так это же вообще просто царская тема ребят барская тема барская царская сейчас не уйдет файты хускар дрочится не хватает немного расстояние стоит хочет вроде набежать на тупо банально не может ребят хочу пойти на топ пробраться смотрите и там луха брошки это же изи там 1х9 хочу и блин да серьезно лаги и не не пойдет oblivion встав и даром эридар может на самом деле хорошо понапрягать меня так смотрите уходит скорее состоит вард а котл варди ну я тут нет как они просто все мансует не хочу даться тут выходить на мужика как-то эридар может напрягать ультимативной своей все есть ухил вкачаем можно подраться сразу урну ему даем вот это настоящий и далее смерть урна урна плюс это все дело а урна хорошо билем по ташку с пташкой можно будет обузить ману а у нас есть принципе так цемка но всё равно А Бузмана никто не запрещал Этимативную я не буду Вкачивать, потому что, ну, смысл Одной секунды замедления Чисто и 50% Целесообразно, ребята, я думаю Целесообразно Лучше же, конечно Как бы Какое дело Здравствуйте, мы приехали за вашим Портфолио С Эфиусы Фидонят Че, погнали, может на Роша сходим? Крошан нам не страшен Пускар это один Один из таких персонажей, который сноуболится По-страшному Ну, что такое сноубол? Типа, вот, по накатанной С самого начала Раз, пошло и ггвп Типа, если не заканчиваешь То проигрыш, если заканчиваешь раньше То вы вин Смотрите, прям отхил С дебл дэмэджем Те, армлет вырубил Найс Раньше Скору третий там дэмэдж давал Вообще, пока это было Забавно было Сейчас вообще пойду в наглую Прям просто один из девять Можно дайгер взять будет Можно будет взять дайгер Гоу хил Еще разок Мейн атрибут прокачиваем Закиднись, а неся хилку Потому что нужно будет тп взять Должны тпшечки Сэф у нас долго Вообще бесстрашный, сэф Посмотрите Хилку кидаем ему Хорошо, гол тавер снася Хилку докачали Все, поехал в хил Хорошо Долбит тавер Смотрите, хитпоинты 40% Вот они держатся На 40% То есть Ниже 40% Выхиливает быстрее Типа Армалет перекрывает Вот эти вот Армалет По 50 хп секунду Типа теряешь Вот И соответственно Опа-бара Большая Ого Все, есть Хилку Главное есть Все Армалет включил Не убьют Ой, засевил еще Молодец Хил на себя кидать надо Хорошо Ну мне просто плевать Успод эхо на интуз Дерусь Молодец Там мана нужна была Эридар очистил нашу хилку Ультимативный Соответственно Такое себе Ребят, гол дайгер Сейчас возьмем С дайгером будем прыгать Убивать, бушить Прямо сейчас Можно взять Чтобы на скотл Уже отсюда не ушел А, он сам к нам идет Приветики Пистолетики Говорит Ягани Да, ну это конечно Овер Пенетрейшн Такая игра Даже скучновато Мне кажется Никаких Мугов Нету Мощных Прямо вам нужны Мощные мугу И видосики Мощные Прямо 1х9 Выходить Сейчас будем прыгать Выходить 1х9 Пытаться сармлить Чтобы было поинтересно У волка возьмем С собой погулять Волка погулять Возьмем с собой Дэмиджи поднялись В принципе 140 дэмидж Хорошо Хилочка есть Можно поесть Волчара Главное конт Там минус 5 Просто Там минус 5 просто Где 5 потерялся Я и так и не вкурирую Когда Хускар Кого-то убивает И ты чисто Там дал Один стан Обязательно Надо Сказать что-то Обязательно Надо вот Сказать что-то Сандкинги Это Задача Сандкинга Че На налик На волка Кинет что-ли Да я волка Потерял Жалко Бару Хочу Эх Такое себе Такое себе Я думаю Почему не так Неудобно Даггер Вязать У меня Даггер Не Тут Пустой Бывает Бывает Так Но когда На нас Ход Кидает Монолик Мы Лучше Нет Не Не Двигаться Стать На месте Хорошо Мана Потому что Будет уходить Страшно Видите Он нас Подвинул Специально Так Ну вот Я думаю Начать Файт Или нет Все Видели Вот Это Контроль Так Но Надо Хил Покидать Тут На СФ Прыгать Тут Может быть КГ А нет Живущ Хорошо Мне просто Плевать На Все Танки Пошел Хил Потом Еще В спине Сколько Прокаст Нанесет Раскидываем Раскидываем Урны Не забываем Ребят А шо ж Такое Смотри Просто Хотел Догоночкой Еще Ультимативный Лего Рапиру Что Лили Тараско Го Тараско Скар С Тараско И на Ранних Левелах Это Просто Изи Будет Очень Сильно Будет Хилка Хилить Меня Прям Пострашному Есть Тараско Есть Такая Двоякая Тема Мы Теряем В принципе Свою Тараско Полностью Когда Так Накинул На меня Монолит Теряем Полностью Тараско Когда Жмем А я Тут Умру Ребят А не Перерплетел Еще Живу Буду Жить Еще Раз Хилочка Висит Не Плевать Вообще Вот тебе И армлет Купай Тайгером Сделаю Бери Армлет И поехала Хорошо Смерт Урна Промах Хорошо Сноуболисты Нормально Нормально Я думал Я там Вообще Убру Но Переармлетел Кайф Тима Нормальная СПС Как будто Знаете Так Сэм Держи Странно Почему Мы еще Постфинишу Написали Сэм Ну держись Братан Держи Хил Держи Монолик По-моему Держи Держи Агилу Бить Быстрее Хорошо Без Хила Плохо Без Хила Не хочу Ити Основной Дэмэдж Основной Вернее Отхил Хилочка Нужна Паш Я умру Тут Боже Вот этот Третий Спейл Это смех Конечно Третий Спейл Го Ребята Гоним Молодец Ну Фу Фу Аж Прям Вообще Не хочется Переиграть Эту игру Я еще Армлет Выключил Четко По тайминг Он выходит И мне Сразу Станчик Выходит Я там Не успел Включить Так бывает В жизни Такие Огорчения Жизненные Жизненных Ситуациях Огорчения Такие Бывают Интересно Почему Не фф Не пишут Кстати Ваше здоровье Ребят Чаек Пью Потому что Уже позднее Время И Соответственно Не попить Чай Будет Неправильным Решением Как говорится Азез Рекомендует Рекомендует Что рекомендует Рекомендует Соответственно Чаек Попить Чаек Попить Чаек Нужно Пить Чаек Такое Дело Что Без Чайка Никуда Обычно Как Стримы Надо Проводить Берешь Включаешь Стрим Азеза Боже Смотрите На эти Мультикасты Берешь Включаешь Стрим Азеза Наливаешься Или Какой Нибудь Шмурдяк Или Чаек И поехало Все Прекрасно Становится Так Венжинс Форсунчик Гоу С такими Айтемами Душить И можно будет Дособирать Сатаник Ребят Многие у меня Спрашивают Почему ты ставишь ПТ или на инту Или на силу Или на ловкость Ребят Во первых Смотрите Это активная Способность По которой Видите У нас статы Меняются Смотрите Добавляется 200 хитпоинтов 125 ман И Вот как бы Ну Зачем ты это делаешь Зачем ты меняешь Во первых Это Меняет Тебя самого Потому что Когда у тебя ХП на силу У тебя Меняется Реген На 0.29 Там единиц Но это Ничто На самом деле Но Все равно Но Все равно Сэфик Братишка Иди сюда Привет Это я Санч По-моему По-моему Ты гайф Да Иди сюда Умрешь Все равно Ого 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 Офигай Пишешь Если Хилка есть Можно поесть Так, вот Что, так Монолик Долго Идет Маны Прогулял По-моему Офигай Пишешь Боже Смотрите По хп Ладно Нету Смерть Комбо Ломб Из вариантов Комбо Ломб Тини Суперсильный попался. Чё, что-то на центр не пошёл. На центре Тинни вообще не хрен делать. Ребят, ну фижу. Фижу, как дурачок к Тинни. Молодец. Закинул. Закинул под колодец. Поднимает настроение, на самом деле. Это всё из-за Санчо. Санчо, это из-за тебя всё. По-любому. Когда будешь смотреть гайд, обязательно знаешь, что это из-за тебя я умер. Ребят, вот вроде мы доминируем, да? Очень сильно. Смотрите, там у них 014, 012. А у Тинни-то айтемы есть. Знаете, из-за чего это? Это 85-я карта, 85-я карта. Всё это так и работает примерно. Есть первый. Первый пошёл. Монолик только не закидывай. Ладно, го за дебафи. Монолик ультимативный. Есть у нас такая комбо-ломба. Хорошо. Всё, дальше не пойду. Он будет просто закидывать меня. Дальше не пойду. Боже, есть ультимативный. Почти. Всё. Лотар зашёл, неуязвимость. Лотар равно неуязвимость, ребят. Лотар равно неуязвимость. Лотар равно неуязвимость. Гоу, пацанов. Хилку кину. Пусть хилится. Хилка есть. Я с ПТ я хожу на инту, потому что мне нужен мано-реген банальный. Только ща понял. СПС. Игру Хускарп тащит. Или нет? Не понял, ничего он там. Парень написал, на самом деле. Что там, эсэфа гоу или вот этого пацана обязательно надо? Юл. Ну, что смысл от твоего, братан? От дагера буду играть. Дагер есть, можно будет напрыгать. А там просто Тинни стоит. Тинни будет закидывать. Хитрюга. Мне закидывать будет. Даже не хочу к нему подходить. О, начинается файт. У нас Огур подставляется. Влетает на сборатрум. Но сейчас прожмутся все кнопки и я туда буду уйти. Хорошо. Боже, смотрите, просто с ультимативной почти убивает сразу. Так, дается мне Астрал. Интересно, будет ли пуржить меня он. Будет давать пурги. Все, ПТ ху на инту. И поехала. Отойти надо, ребят. Титпоинтеры генятся, как в песчине. Ну, на Тинни-ка лезть, ребят. Не знаю, себя не уважать. Хорошо. Или плохо. Так, ну сейвит опять Эридар. Я буду драться. Буду драться. Буду драться. Он, алик, снять надо. Эх. И не выживаю. Блин, ну детекшена не хватает на пацана, на Тинни. Чуть-чуть совсем не хватает. Вот, ну, Рилли, вот просто я пофану уже тупо тут играю. Потому что тут не вижу смысла вообще. Что ли будем делать. Не хватает, ребят, детекшена. Я бы Тинни фокусил, если был бы детекшен. Вот он, наш детекшен. У нас там Лего просто АФК стоит. Но надо заканчивать, ребят. Я скоро буду уже не такой сильный, каким я сейчас являюсь. Давайте 50 киллов и поехала. Так. Но попытался котл прицеломить у нас Тинника. Дается Астрал. У нас в Огро. Огро будет тут пытаться что-то делать. Скорее всего Огро сейчас будет пытаться отдавать Дем. Это очень плохо. Дается у нас мультикаст. Дается у нас ультимативное. Но, и все, поднимают Тоса, ГГ, но видят ГЕМ. Так, забирают. Все. Все, у нас Лего АФК стоит. У нас Лего АФК. Так что, ребят, мы одни остались. Вместе. Лего АФК. Ну, он тут просто, не знаю, либо вылетел. Он просто АФК. Ничего не нажимает. Да. В БРК. Ну, Тинни тащит, Тинни тащит. Ну, Лотар просто. Я бы уже реле закончил, если бы не было желания. Венженс форсунчик, говорит. Что у нас там на топе? Гоу на топ, да? Паратром идет. Все, погнали. Ну, сейчас не будем уже обузить ПТ-шку. Сейчас будем тупо в наглую прыгать. Успеваю я убить Исэфа? Не успеваю даже. Так, снимает он нарчит с меня. Хорош. Снимает, торчит с меня. Ух ты. На Баратруме. Боже, посмотрите, что я делаю. Я троих просто тут насилую. Тинник не помогает. Тинника нету, соответственно. И... Такой результат. Соответственно, такой результат. Был бы тут Тинни с Сильверейджем. Ой, мама, не горюй. Я бы минус пассивку имел. Игг. Игг. Убивает у нас там котла. Можно сатаник, в принципе, сделать. Так, у нас там вон на руне. С Куриасом. С Куриасой. БКБшку сделать, ребят. БКБ вообще будет... Прям мощный артефакт для данного персонажа. Вообще ничего бояться не буду. Нажал ульт, пошел душить. Там уже респаун. Пацаны резницы. Рож. Можно рож пойти забрать. Они уже резнулись все. Че, пуржи. Возьмем. 1400 хитпоинтов. Сатирчик. Пригодится. У меня 5 минут осталось. Успеем. Хорошую и гоу. Отсюда могу убить, по идее. Упишите. Кстати, ребят, с эганимом можно очень сильно убивать Рошана через... Через ультимативную. То есть первый раз в линку. КТ 4 секунды. Второй раз уже бить в безлиночную его ситуацию. Там дамажа очень много. Ну, если посмотреть, просто 65% хитпоинтов сносит. 35% нам наносится. Ну, в зависимости от резиста. Это очень серьезная тема. Монолик кидает, я его сниму. Так, пара тут. Он не запуржился. Так как хотел. Так как хотел, не получилось. Так, но не дают. 2 фрага. Кто еще живой? Развел на ТП, так сказать, пацанами. Еще айтемы. Гоу сатаник тупо. Да, пущай картина, чтобы сатаником была уже. Красота прям стопроцентная и неписуемая. Так, 3 фрага. 3 фрага. Да, с сатиром себя. Сатиром себя запуржил, но думал, стан сниму. Ага, щас. Щас. Щас, это так не работает. Могу его снять. Все, туда. Когда 4 секунды. ТП делаю. 1 секунда. Делаю ТП. Будешь сейчас закидывать, пытаться. Смотрите на него. Так, ну так, по-моему, где мой сатирчик. Так, сатирчик мой. Ого, закуржим. Цена вот эта. Эх, щас бы детекшн какой-нибудь. Детекшн какой-нибудь. Хорошо. 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 Просто лакомый кусочек. Буратрумчик риснулся. Буратрумчик риснулся. Мне пофиг. Эх, ну и застилил. Вот такое. Хотел как можно больше хаг. Больно. Неужели опять от колодца умру? Да. Ну просто у меня все смерти сегодня от колодца. Потому что не переармлетить. Там очень много. Я больше заходил. Я, 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 на второй раз я не хочу умирать. Я еще молодой. Главное котла было убить. Ну такая катка, ребят. Лол. Лольная катка, ребят, на Хускари. Ну кому понравилось, обязательно ставьте лайк. Ну это, ну в принципе вы видели, что делать надо на Хускари, что собирать по айтемам. Ну, можно вместо аганима, если вам нужен БКБ, если там много контроля, станы и прочая всякая фигня, то желательно взять, конечно, вместо аганима БКБ или вместо даггера. Даггер я взял типа, чтобы уже просто как можно сильнее килять. Также, ребят, немаловажно, я сделал тут тараску. Вместо тараски можно сделать просто дизарм, который будет давать нам промах, плюс будет давать замедление. А замедление плюс ультимативное, они будут стакаться. И будет очень жестко, ребят. Реально уйдет очень жестко. И поэтому, как бы, все. Все. Геймплей по данному персонажу я вам показал. Делайте 52 фрага, оуните мид, просто накидывайте стрелы и все. Все. Вот такая вот игра, ребят. С вами был Азиз, подписывайтесь на канал. И будьте в теме. Смотрите новые гайды и различные просто видосики, ребят, видосики. Различные видосики с различными темами, фишки и прочие темы. Все.